Законопроект не предусматривает передачу земли иностранцам, а использование только гражданами страны. Ну а те поля, которые были предоставлены ранее, вскоре вернут в собственность государства. На сегодняшний день около 74 тысяч гектаров принадлежат семи объединённым предприятиям. Кроме того, 18,5 тысяч гектаров земли арендовали два иностранных рюкзийских лица. «Все эти земли получены до введения моратория. Срок их аренды с 2022 по 2025 годы. По истечении этого времени все эти земли возвращаются к государству». Было запрещено передавать сельскохозяйственные земли иностранцам, любой компании с иностранной долей и международным научным центром, но и разрешение соотечественникам из-за рубежа только после получения гражданства. При этом депутаты отметили привлечение инвестиций в отрасли сельского хозяйства. «Агросектор является основным средством производства и для развития которого необходимо привлекать дополнительные финансовые средства». Согласно анализу, иностранные инвестиции с большей степени вкладываются в открытие перерабатывающих предприятий. Теперь нужно искать другой механизм финансирования агропромышленного комплекса. Но финансовым институтам это не особо выгодно. Поэтому в комиссию по земельной реформе необходимо привлекать и представителей банков. «По поручению главы государства Касымжомар Татокаева в результате этого документа было принято конкретное решение по вопросу, который находится в центре внимания нашего народа. Теперь полностью запрещена как продажа, так и аренда нашей земли иностранцами». Политические партии в парламенте также высказали мнение, что одобрение законопроекта, касающегося земельных отношений, необходимо и важно для общества. Продолжение следует...